крупнейший американский банк занимающий 16 строчку по величине активов в пятницу обанкротился является ли это началом финансового кризиса сша и назревает ли данный кризис и поведет ли за собой цепочку банк рост других банков сша всем привет вы находитесь на канале дешев обсудим эту новость с вами сейчас дан на этом видео ну а также рассмотрим с вами американские площадки и российские фондовый рынок итоги за эту неделю смотрите это видео до конца не перематывая и станет все предельно понятно но перед началом выпуска хочу напомнить что сейчас идет акция у тинькофф банка по кредитной карте тинькофф платину заказав прямо сейчас по ссылочке в описании под видео вы получите крутой кэшбэк в размере 3000 рублей и бесплатное обслуживание навсегда при соблюдении условия а именно тратах 7000 рублей в первый месяц то есть иными словами получаете карту тратите в первый месяц 7000 рублей на ваши привычные покупки и вам обратно с этой покупки возвращается во первых кэшбэк 3000 рублей рублями на карту а также подключается бесплатное обслуживание навсегда эти крутые условия действуют во временном характере ограничено поэтому успевайте прямо сейчас пройти по ссылочке в описании и заказать данную карту на крутых условиях но начнем с вами наверно с американского рынка дан вот эта новость которая катаски послужила и обвалом на американском рынке и на технологическом рынке на графике nasdaq она начнем с вами наверно с индексом smp 500 мы с вами видим что была пробита нижняя граница данного восходящего канала это нам говорит о том что та риторика фрс которая говорила нам о истребинной политики до дальнейшем плюс те данные которые выходили по статистике с рынка труда с рынка занятости до говорят нам о том что ситуация но на самом деле не в лучшую сторону слаживается складывается на американском рынке и мы видим что нижнюю границу данного восходящего канала мы с вами пробиваем и идем на тест уровня 3 800 то есть ближайший уровень поддержки у нас находится на уровне 3 800 кроме того вот этот крах банка до крупнейший банк как его называли еще силиконовой долины до который финансировал именно стартапы до так называемые программы силиконовой долины крупнейший кредитор американских стартапов настоящее время как раз таки разоряется облигации данного банка свб падают месяц ее акциями после того как компания решила укрепить капитал после потерь по портфелю ценных бумаг и замедление финансирования и как раз таки вот этот обвал на 60 процентов случился после того как стало известно об увеличении капитала концу двадцать первого года банк инвестировал 128 миллиардов долларов в основном в ипотечные облигации и казначейские обязательства процентные ставки резко возросли поскольку инфляция увеличилась это так скажем убила венчурный капитал да и привело к резкому падению цен на облигации в результате чего свб отказался но вернее оказался даже дам в уникальном положении его депозиты увеличились когда процентные ставки были низкими а у клиентов было полно наличных денег поскольку в это время банк делал инвестиции он покупал облигации по их пиковой цене когда привлечение венчурного капитала иссякла клиента свб исчерпали свои депозиты они упали со 189 миллиардов долларов конце двадцать первого года до 173 миллиардов долларов в конце двадцать второго года но и банк был вынужден продать свой портфель ликвидных облигаций по более низким ценам чем он оплачены убытки которые компания понесла на этих продажах составили около 1 и 8 миллиардов долларов и соответственно оставил и оставили дыру до которая компания пыталась закрыть за счет увеличения капитала связи со сложившейся ситуации около 93 процентов его депозитов не были застрахованы у клиентов в отличие от клиентов большинства банков был реальный стимул бежать и они отреагировали на него ну и здесь соответственно назревает такой вопрос а будет ли банкротства других банков и в целом финансовой системы сша да что вызовет такой крах рынков ну примерно как это было 2020 2008 году на самом деле вот это нагнетание сейчас прессой до обстановки и может послужить дальнейшей цепной реакции мы с вами уже наблюдаем как у других крупных банков также имеется распродажи на финансовых рынках естественно здесь уже идет такая нагнетат нагнетание такое информации до прессой но и соответственно разводится паника на рынках ну и естественно в пятницу попытка разворота на америка на американском технологическом секторе до в нас так не увенчалась с успехом и была пробита нижняя граница данного сходящего канала сейчас у нас по нас так ближайшая поддержка это 11000 да но а далее уже пробив ее будет отметка 10300 и я так полагаю есть полная вероятность того что на следующей неделе это падение продолжится так как скорее всего будет некая цепная реакция на остальных финансовых институтах да на американских банках на финансовых площадках соответственно мы можем увидеть некое последственное развитие до данного падения как на nasdaq так и на smp 500 ну и здесь конечно же ставится вопрос который беспокоит нас да с вами российских инвесторов как это отразится на нашем российском рынке естественно какие-то отклики на мировых площадках от сложившей ситуации они будут мы видим реакцию во-первых на открытие в пятницу нашего рынка да то есть мы открылись гэпом вниз но естественно в понедельник эта реакция на может быть продолжена вплоть до коррекции до уровня 22000 50 2250 но мы опять же с подписчиками моего закрытого телеграм-канала у меня есть закрытый телеграм-канал где я выкладываю своим видеть свое видение на рынок режиме онлайн совершаю сделки до показываю режиме онлайн подписаться на который можно под видео описание тайме ссылочка на телеграм-бот да есть подписка на месяц на полгода и на год так вот мы в пятницу совершили спекулятивные сделки по двум бумагам я на этом заработал спекулятивно ну и соответственно те кто воспользовались этой информации правильно интерпретировали и подписчики закрытого телеграм-канала многие также на этом заработали и написали множество положительных так скажем комментариев отзывов мне в личку поэтому если есть желание можете подписаться на закрытый телеграм-канал ссылочка в описании под видео я заранее писал там цели на которых я буду покупать по двум бумагам там и на лукой ли был то скажем было спекуляция достаточно точная не на другой бумаги поэтому мы понедельник скорее всего по моему мнению можем открыться опять гэпом вниз и сложившейся ситуации но и нужно будет смотреть на продолжение развития данной ситуации но каким-то глобальным образом на нашем рынке это не должно отразиться да почему потому что у нас сейчас нет собственно не резидентов которые могли бы краски обрушить наш рынок на нашем рынке как мы все с вами прекрасно знаем торгует около 80 процентов физиков но и собственно напугать которых могут новостные линейки только касательно наверное геополитики да но пока что в этом направлении у нас пока затишье да то я не думаю что какая-то реакция со стороны физиков будет настолько выражены другие то скажем какие-то моменты которые могли бы напугать наших физиков это наверное нагнетание остановки и в нашей информационной прессе да связи с этим конечно же может быть реакция но в большинстве случаев конечно же я бы не ожидал какого-то обвала но мы можем сходить как раз таки на тест 2250 на этот уровень это тот уровень который мы могли бы протестить до похода вверх в любом случае мы до конца даже гэп который оставили с четверга да не закрыли поэтому в любом случае даже если какая-то будет коррекция в понедельник то скорее всего и и выкупят по основным нашим бумагам тем более у нас сейчас появляются какие-то новостные линейки до касательно дивидендов да ведь скоро нас дивиденды сезон будет на наших бумагах то российских поэтому а вот эти новости они каким-то образом будут как лишь же поддержать в целом у нас каких-то вливаний именно в рынок пока мы не наблюдаем да в связи с этим мы никак не можем пройти уровень 2 300 каким фактором да может послужить краски пробития этого сопротивления конечно же это дивиденды то есть вливание ликвидности в рынок за счет каких-то дивидендных историй которые в ближайшее время у нас ну скорее всего начнутся только в мае июне да то есть более менее хорошие то скажем денежные вливания до касательно выплат по дивидендам до наших крупных компаний но а пока у нас рынок находится в таком режиме ожидания то есть у нас на рынке пока что находится такие спекулянты до которые гоняют бумаги на несколько то скажем процентика вверх и аналогично вниз но в целом если мы посмотрим по нашему российскому рынку то он находится по-прежнему в таком широком боковике до 2080 я бы сказал 2120-2300 то есть по-прежнему в таком широком боковике и конечно же стимулов пока что для вливания в нашу фондовую биржу на самом деле нет мы это наблюдали за счет каких-то выплаченных уже дивидендов до которые подходили у нас с начала года но а сейчас в ряде такого ожидания рынок в целом находится по-прежнему в боковике и пока не пробили уровень где 300 дорога на 2 500 у нас пока закрыта и в любом случае всем цикулянты до покупает на ожиданиях продают на новостях поэтому мы видим как разгоняют отдельные бумаги к каким-то новостям по дивидендам но та же самая московская биржа у нас в пятницу ее разгоняли на ожиданиях но по факту просто-напросто начали сливать бумаги во-первых наблюдательный совет рекомендовал там дивиденды с низкой дивидендной доходностью которая не превышает 5 процентов и конечно же это не особо стало привлекательным моментом и я думаю что инсайдеры в любом случае заранее уже отыграли данную бумагу просто-напросто поэтому на следующей неделе я ожидаю то скажем возможность еще коррекции да на уровень 2250 связи с обвалом на американском рынке в пятницу и ожидаю на американском рынке в целом и по smp 500 и по nasdaq продолжение возможной данной коррекции виду цепной реакции на других финансовых инструментах ребят вот такое видение больше небольшое да на текущий момент следующей неделе будет достаточно интересно к тому же по информации которую размещал своем бесплатном телеграм-канале здесь я выкладываю все важные новости обязательно подписывайтесь ссылочка под видео в описании фрс проведет 13 марта срочное закрытое заседание в понедельник трасс на марта состоится заседание до этом заседании планируется рассмотреть следующие вопросы официальной деятельности совета определение управляющих авансовых и учетных ставок взимаемых федеральными резервными банками то есть вот это как раз таки срочное заседание и собирается срочном порядке для определения пути решения до чтобы не получилось вот этот вот эта цепочка до финансовый банкрот собственно говоря он и просто напросто не началась паника ребят подписывайтесь на этот канал ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете по этому поводу ну а с вами был дмитрий шеф всем до следующего видео обязательно подписывайтесь здесь на этом канале самая лучшая аналитика